Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами поговорим про замечательное словосочетание, которое называется «честный знак». Я думаю, что многие из вас слышат его впервые, мол, какое отношение имеют эти слова к велосипедной индустрии. Я думаю, что каждый из вас за последние полтора-два года покупал бутылку воды, простой обычной воды в супермаркете, и заметил, что когда либо кассир, либо вы пробиваете штрих-код, то обязательно кассовый аппарат вас еще запрашивает просканировать специальную марку, которая находится сверху на крышке бутылки. Это даже на самом деле не марка, а специальный QR-код, который на самом деле и является этим самым честным знаком, про который мы сегодня с вами говорим, но правда, это лишь одна из частей всей огромной системы. Итак, что такое «честный знак» как определение? Это система маркировки и прослеживаемости всех товаров, которые попадают под эту самую маркировку в России. И действует эта самая система с 2019 года. Ее технический смысл заключается в том, что товар будет отслеживаться на каждой точке пути от фабрики до полок магазинов. И это самое отслеживание происходит с помощью сканирования того самого QR-кода, который также располагается на крышке бутылки, то есть на каждом этапе этот самый QR-код сканируется. То есть, например, фабрика, неважно где она располагается, в Китае или в России, производит бутилированную воду. Так вот, на самом первом этапе, когда эта самая бутилированная вода произведена, фабрика просто обязана зарегистрировать и распечатать эти самые QR-коды и наклеить на каждую бутылку по отдельности. Затем уже от фабрики эта самая бутилированная вода начинает идти либо к импортеру, либо к поставщику, либо в таможню. И на каждом этапе этот самый QR-код будет сканироваться и будет попадать в единую систему учета. А заканчивается весь этот этап, конечно же, магазином. Причем, неважно, это интернет-магазин либо физический. То есть, на конечной стадии магазин обязан тоже просканировать этот самый товар и вывести его из оборота. А что эта самая система должна давать в итоге? По сути, это борьба с контрафактом, то есть, с нелегально ввезенной продукцией в Россию. И контролировать этот самый контрафакт может не только таможенные службы и так далее, а каждый из нас с вами. То есть, есть специальное приложение на телефоне, которое называется «Честный знак». Вы просто сканируете с помощью этого приложения этот самый QR-код и вам он выдает всю информацию по товарам. То есть, где он произведен, когда он был ввезен и так далее. Но на сегодняшний день не все товарные группы ходят под «Честным знаком». То есть, например, товарные группы, такие как бутилированная вода, молочная продукция, обувь и так далее, они подлежат обязательной маркировке. Но велосипедов это до сих пор не касалось. И государство, на самом деле, давно хотело ввести «Честный знак» на велосипедную продукцию. Это причем началось с 22-го года, то есть там была сначала дата 1 марта 22-го, потом 1 марта 23-го, потом 1 марта 24-го. И все время что-то шло не так и переносилось. Но теперь мы с вами уже не отвертимся, потому что 1 сентября 2024 года маркировка на велосипеды, то есть «Честный знак» на велосипедную продукцию, вступает в полной мере, без каких-либо отсрочек. Причем, кстати, многие участники индустрии уже говорят, что «Ну это точно будет, вот, уже никаких не будет отсрочек», поэтому всем предлагаю готовиться. И в сегодняшнем видео мы с вами попытаемся разобраться, а как этот самый «Честный знак» повлияет на всю велосипедную индустрию, какие товары отвалятся, исчезнут с нашего рынка, станет ли тяжело и легко заказывать товары с Алиэкспресс, ну в общем, обо всем в этом сегодняшнем видео. И для того, чтобы полностью понять, что да как, мы с вами разберемся со схемами продаж в России, то есть определим всех посредников, которые участвуют, ну и которые существуют на российском велосипедном рынке на сегодняшний момент. Потому что на самом деле от этого и зависит конечный эффект этого самого «Честного знака». Кто у нас с вами есть? Начнем с производителей. И у нас есть как зарубежные производители, то есть в большей степени это Китай, так и отечественные велосипедные фабрики. Затем у нас есть обязательное звено, а именно оптовые компании или компании-поставщики. И часто на самом деле эти два направления объединены в одну большую компанию. Ну а уже заключительным звеном у нас с вами будут, конечно же, велосипедные магазины, а также я сюда включу маркетплейсы, такие как Озон и Алиэкспресс. Первая схема, и это отечественная, традиционная. Это когда наши российские фабрики производят велосипеды и регистрируют их в системе «Честный знак». То есть это такие компании, как, например, «Стелс», «Форвард» или «Старк». То есть при такой схеме фабрики, когда велосипеды произведены, обязаны промаркировать свой собственный товар, отсканировать и уже дальше отправлять товар по оптовикам. Затем, когда товар приходит к оптовику, оптовик тоже должен его просканировать и уже дальше реализовывать в остальные велосипедные магазины. Ну и в магазинах, как вы понимаете, когда клиенту отдается этот самый велосипед, мол, все, велосипед уходит в свободное плавание, магазин тоже сканирует «Честный знак». Так вот, как же «Честный знак» повлияет на эту самую схему? На мой взгляд, она повлияет минимально с точки зрения каких-то проблем, либо затрат. Дело в том, что наши отечественные компании, во-первых, уже давным-давно готовятся к этой самой схеме, они не сидят, не ковыряются в носу, а уже полтора года планомерно вводят в свою систему учета «Честный знак». А во-вторых, ну, велосипеды — это не бутылки с водой, то есть это не огромное количество наименований, которые требуется маркировать, это все же небольшой объем продукции, как ни крути. Поэтому если там где-то будут какие-то затупы, это не будет какой-то критической остановкой с точки зрения продаж. Причем, на самом деле, если оптовики и производители только-только готовятся к этой самой системе, то в большинстве своем велосипедные магазины уже давненько работают с «Честным знаком». Потому что маркировка на велосипедную обувь существует довольно-таки давно, потому что это не велотовар, а это обувь. Поэтому магазины уже давно работают с этой самой системой. И я думаю, что тут реально могут пострадать лишь маленькие велосипедные магазины, которые никогда не торговали ни в велообуви, ни какой-то там маркированной продукции. Это реально небольшой такой, условно, ларек, который торговал лишь одними велосипедами. Вот да, для таких компаний, особенно внедрение «Честного знака» в свою систему, для которой нужна также и система учета 1С, это такая дорогостоящая история. Ну, в общем, ничего приятного здесь нет. Вторую схему, которую мы с вами рассмотрим, касается импортеров, то есть компаний, которые ввозят из Китая либо готовые велосипеды, либо рамы по отдельности. И тут уже ситуация посложнее, потому что надо внедрять в этот самый процесс не только наши отечественные компании, а также китайскую фабрику, которая будет очень нехотя смотреть на внедрение этого самого процесса. То есть китайские фабрики должны как минимум в правильном размере распечатать эти самые этикетки и поклеить их на велосипедные коробки. Это их минимальная задача. Ну, а заводить эти самые марки в систему, я думаю, что будут, конечно же, компанией-импортеры. Тут, я думаю, никаких сложностей не будет, лишь будут затупы с организационными моментами. А если все правильно промаркировано, то уже товар должен без проблем пересекать российскую границу и уже здесь ходить по знакомой нам с вами схеме с помощью оптовиков, магазинов и так далее. Ну, а теперь мы с вами переходим к третьей схеме. И, пожалуй, самое интересное, это когда велосипед переходит от фабрики-производителя до конечного покупателя с помощью маркетплейсов. Причем эти самые фабрики-производители зарубежные. То есть я говорю про такие бренды, как, например, Твиттер, Гминди или другие любые китайские бренды. И на сегодняшний момент в велосипедной индустрии я бы выделил, конечно, две площадки. Это Алиэкспресс и Озон, которые на себя берут львиную долю всех поставок велосипедов к конечным покупателям. И эта схема, на самом деле, с точки зрения изучения информации, просто настоящий дремучий лес. По факту ничего не понятно, что как будет работать, но есть лишь какой-то накопленный опыт, который подскажет что да как. То есть даже несмотря на то, что я говорю так немного обтекаемо, то любой товар, который пересекает российскую границу, который произведен за рубежом и идет к конечному клиенту в России, должен все равно маркироваться. Причем я реально написал специально даже письмо в честный знак, и они мне черному по белому, по сути, показали пункт закона, где товар не исключается из маркировки, если он идет от фабрики-производителя к конечному клиенту. И на самом деле, я думаю, что некоторые из вас люди, кто заказывали товар с того же Алиэкспресса, видели, что товар проходит все этапы, в том числе и таможенное оформление. То есть это официальный, ввоз, а не какой-то там левый. И еще есть один важный момент, что конечным продавцом все же является не фабрика-производитель, который находится в Китае, а все же сам маркетплейс, который вам и выбивает чек. То есть я недавно заказывал светильник с того же Азона, который, естественно, шел из Китая, и в чеке было указано, что продавец непосредственно Азон. То есть по факту маркировку должен делать либо сам Азон, либо какая-то, я не знаю, компания посредняя, которая находится между фабрикой и Азоном, либо сама фабрика. Ну то есть, по идее, товар должен быть обязательно промаркирован. Но как показывает практика, большинство товаров, которые попадают под эту самую маркировку, которая заказана с Азона или с Алиэкспресса, нифига не маркируется. То есть закажите какую-нибудь любую обувь, я думаю, что вы не найдете тот самый заветный QR-код с Алиэкспресса. То есть по факту маркировка должна быть, и она вроде бы как есть, но практика показывает, что нифига ее не все соблюдают, когда мы говорим торговлю с Китаем напрямую. Причем, на самом деле, там существует еще какое-то гигантское количество всяких обходных схем, как можно получить честный знак левым путем непосредственно в России, но сегодняшний выпуск не совсем про это. Поэтому я думаю, что так же практически ничего не изменится с точки зрения заказов велосипедов с того же Алика или Сазона. Все будет плюс-минус точно так же. Могут быть какие-то незначительные затруднения по времени. Поэтому говорить, что Алиэкспресс загнется от честного знака, как многие пытаются преподнести, я считаю, что это слишком громогласное заявление. Поэтому по всем вышеперечисленным схемам, я думаю, что могут быть какие-то небольшие теоретические временные затупы с точки зрения отгрузок велосипедов, но в целом на общую картину это вообще не повлияет. Да и на цену, на самом деле, это не сильно повлияет, потому что все же это не бутылка воды, где увеличение стоимости за счет этой самой наклейки на рубль-пять является критическим, в отличие от велосипеда, который стоит минимум 15 тысяч рублей. Ну то есть вы сами понимаете, что увеличение стоимости вы не заметите. Хотя некоторые маленькие велосипедные магазинчики могут из-за этого пострадать, потому что они вынуждены будут вкладываться в IT-интеграцию. И это может повлиять там на 300-400 рублей с точки зрения конечной стоимости велосипеда. Но увеличение стоимости по производствам, а также по оптовикам я особого не предвижу. А что же насчет серых схем, которые вроде бы как должны быть уничтожены с помощью этого самого честного знака? Например, будет ли все больше и больше ворованных велосипедов из Европы от знаменитых продавцов на том же Авито, которых, на мой взгляд, становится все больше и больше? На самом деле, таких продавцов честный знак по началу вообще не коснется, потому что эти самые продавцы возят эти самые велосипеды, ворованные из Европы, по суперчерным схемам. То есть, скорее, честный знак пытается вывести поставщиков из серого поля в белую, а не из черного в серую. Ну, то есть, черных продавцов это вообще не касается. Потому что, как ни крути, это не огромные поставки велосипедов. Каждый продавец ворованных байков возит, ну, небольшую штучную партию, типа, там, 10-20 велосипедов в месяц. Это, на самом деле, небольшое количество. Поэтому предположу, что по этой части велосипедного рынка изменений никаких не будет, как бы это печально не было. А что же будет с теми, кто, например, слетал в Дубай и захотел там купить велосипед по очень привлекательной стоимости и привезти этот сам велосипед на своем горбу для своих личных нужд? Не переживайте, таким людям маркировка честного знака не нужна. Потому что есть специальная статья в законе, что если вы физическое лицо и ввозите товар в Россию для своих личных нужд из-за рубежа, то маркировке этот самый товар не подлежит. Но мы с вами еще не обсудили еще одну схему продаж, которая очень интересная, которая давненько цветет и пахнет. И называется эта схема Cargo. Под этим, вроде бы безобидным словом, кроется черный импорт товаров в Россию, специальные чайна-тауны. Например, в Москве эти чайна-тауны называется Торговый центр Москва, а также ТЦ Садовод. Это, по сути, ввоз товаров в Россию вообще без единой бумажки. То есть самый настоящий черный импорт, как ни крути. И вы прикиньте, на самом деле, это существует совершенно, по сути, открыто на сегодняшний момент, потому что ТЦ Садовод и ТЦ Москва это просто огромные города внутри города. И вроде бы честный знак должен повлиять на такую схему поставок в Россию. Потому что как только вы поставите без единой бумажки товар из Китая, у вас возникает вопрос, а как мне реализовать его в магазинах, когда нету никакого учета в честном знаке? Но тут я вас тоже разочарую, потому что, на самом деле, даже большие логистические компании предлагают специального рода услуги по маркировке товара уже непосредственно внутри России. То есть там существует огромная вариативность, это либо перемаркировка, либо еще что-то. То есть вы можете без проблем это сделать. Да, я думаю, впоследствии гайки все будут затягиваться сильнее и сильнее. Но прямо здесь и прямо сейчас практически не будет никаких изменений. Подводя итог, я должен сказать, что система Честный Знак, на мой взгляд, должна повлиять на велосипедный рынок России абсолютно минимально. Ну, по крайней мере, в ближайшей перспективе это будет именно так. Безусловно, могут быть определенного рода затупы в активную фазу внедрения этой самой системы, то есть на протяжении всей осени 2024 года. Но по факту, это на самом деле окончание велосипедного сезона. Мало кто покупает велосипеды в подобный период, поэтому, ну, вроде бы никаких временных затупов не должно быть. По цене Честный Знак тоже минимально повлияет на велосипедную индустрию, но, в общем, грубо говоря, паниковать не о чем. Предположу, что на этом самом начальном этапе на протяжении первых, там, трех-пяти лет Честный Знак вводится для того, чтобы немножко государство собрало информацию и причесало весь велосипедный рынок России. То есть система нужна для того, чтобы унифицировать налогообложения, аналитику и другие аспекты хозяйственной деятельности. Призываю людей из велосипедной индустрии также поделиться своим мнением насчет Честного Знака обязательно в комментариях, чтобы дополнить мой рассказ либо немножко его скорректировать. И, кстати, хочу отдельно похвалить сам Честный Знак за то, что они очень быстро отвечали на все мои запросы. То есть буквально, я не знаю, проходило два часа, и я получал развернутый ответ на все мои вопросы, которые у меня возникали. Ставьте обязательно лайк этому видео и отправьте его вашим друзьям, кто считает, что Честный Знак это конец велосипедной индустрии. Я думаю, что этот видос им определенно залетит. Ну а, друзья, с вами был Спорт Рупор и всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова